6 класс, 20 серия. Решение задач. Задача первая. Может ли произведение 7 любых простых чисел оканчиваться на 7 нулей? 0 в конце произведения появляется, когда число, делящееся на 2, умножается на число, кратное 5. В таблице простых чисел только одно четное и только одно число, кратное 5. 2, если умножить на 5, будет 10. 0 в конце произведения. Значит, произведение может оканчиваться на 1, 0, но никак не на 7 нулей. Задача вторая. Существует ли двузначное число, которое от перестановки его цифр увеличивается в 2 раза? Допустим, двузначное число, в котором а десятков и b единиц. Допустим, оно в 2 раза меньше, чем двузначное число, где b десятков и а единиц. Раскрывая скобки, упрощая, получаем следующее равенство. 19а равняется 8b. Давайте попробуем подобрать такие а и b, чтобы равенство было верным. А и b – это цифры двузначного числа. От 1 до 9, включительно, 0 не подходит, потому что в этом числе здесь а десятков, а здесь b десятков. 0 не подходит, от 1 до 9, включительно. Нет таких значений а и b, при которых вот это равенство было бы верно. Значит, такого двузначного числа не существует. Задача третья. Часы показывают 3 часа. Найдите ближайший момент времени, когда часовая и минутная стрелки совпадут. За 1 час минутная стрелка проходит весь круг, а часовая – только 1 двенадцатую часть. Значит, скорость часовой в 12 раз меньше. Какую часть круга пройдет минутная за 1 минуту? 1 шестидесятую. А часовая пройдет вот такую часть. Часовой скорость меньше в 12 раз. Значит, 1 семьсот двадцатую. За 1 минуту угол между стрелками сокращается вот на такую часть круга. Часы сначала показывали 3 часа. И угол между стрелками был 90 градусов. Это 1 четвертая часть круга. Если 1 четвертую часть круга разделить на 11 семьсот двадцатых, то получается время в минутах 180 одиннадцатых. Вот через столько минут часовая и минутная стрелки совпадут. Задача четвертая. Диагональ делит четырехугольник с периметром 40 сантиметров на два треугольника с периметрами 28 и 34 сантиметра. Найдите длину этой диагонали. Давайте обозначим стороны четырехугольника латинскими буквами А, В, С и Д. А диагональ обозначим, например, латинской буквой Н. Периметр, сумма длин всех сторон четырехугольника 40 сантиметров. Так, допустим, периметр вот этого треугольника А плюс В плюс Н – 28. Периметр другого треугольника С плюс Д плюс Н – 34. Так, а теперь давайте сложим вот эти равенства. Левую часть слевой, а правую с правой. Слева получится А плюс В плюс С плюс Д – это периметр четырехугольника, который равен 40 сантиметрам. Затем удвоенная диагональ и 28 плюс 34 – это 62. Значит, удвоенная диагональ – это 62 минус 40, 22. Значит, длина диагонали 11 сантиметров. Задача пятая. Какое число надо записать вместо вопросительного знака? Давайте сложим равенства. Первое, второе, третье. Левую часть слевой, а правую с правой. Так, слева получится 2 звездочки, 2 ромба и 2 треугольника. А справа получится минус 30. Минус 30 – это вот каждая фигура, взятая по два раза. Значит, одна звездочка, один ромб и один треугольник – это будет минус 30, надо разделить на 2. Минус 15. Так, это одна звездочка, один ромб и один треугольник. А теперь посмотрите, пожалуйста, в верхней строке две фигуры и значение их суммы – минус 15. Значит, сразу можно сказать, что треугольник принимает значение 0. И сразу можно дать ответ. Если один из множителей равен 0, значит, значение произведения равно 0. Вместо вопросительного знака надо записать 0. И это теперь которым вы preferredces нам говорили, что треугольник светления вина . Этот шеред銀 kann approve arts산 konuşучил о ease и ос filmmakers доестье. Этот шеред銀, который имеет значение за máxim то, например, в ту же канале и я хотелось вам с каким-то успех.